Я хочу спросить, вот у нас только что с сестрами был разговор, и мы как бы не сошли в совмещении с Деворой и Пётром. Вот такой вопрос, у меня была такая ситуация в жизни, священник-раскольник пришел в школу к детям, и я его в коридоре встретила и сказала ему, задала ему вопрос, почему вы сюда пришли, у нас есть свой священник, у него истинное рукоположение, и как бы просила его уйти. Он начал там кричать, и сюда-туда побежал к администрации, свое дело, конечно, закончил там у детей на празднике, и вот сестра Девора говорит, что как бы женщина не имеет права дерзнуть и задавать священнику, ну так, с священниками, с мужчиной так разговаривать, правильно ли я сделала, или мне действительно нужно было смолчать. Да, вот, должны молчать. Он прав в данном, не по отступке правильно, а по отношению вас, он прав. Неужели у вас мужиков нету, крепких братьев-то? Если он виновен, помолиться надо, не оскорбить, сказать, подтвердить Словом Божиим слова эти. А так, любая... Нет, Новый Тихонович, уже никого нету, никто уже не дерзнет. Даже священник, тот, который приходил в школу к детям, он не смог, он сказал, что я трус, я боюсь, я не пойду, я не буду этого говорить. А когда я ему рассказала, что я разговаривала с этим священником, он меня обнял, поцеловал, поблагодарил, но сам сказал, я не могу. Он уже давно это сам признал, говорит, я не могу. Ну так заочно не решается. Я просто говорю, существует права канона, тем более, где место говорить. Жене учить даже мужа не позволяет. Но быть безмолвий мужа, а тут священник. Так что тут вы не правы, сестры. Только если вы знаете, я сказала, что я бы не имела дерзновения, такое сказать священнослужителям. Ну, я вам сказал, как есть. Я его не знаю, но сам поступок ваш говорит, что так не делается. Помолитесь об этом, чтобы загладил Господь это. Я слушаю. Хорошо, Девора, говори. Мы с сестрой, когда разговаривали, я ей сказала, что я бы не имела дерзновения, такое сказать священнослужителю. У нас на этом небольшой спор возник. Знаете, заочно не решаются такие вопросы, но жена доучится в безмолвии, а учить жене не позволяю, не властвую над мужем. Зачем же это было говорено-то? Даже своя жена уже знает за мной все, и ей не позволено учить. Вот если мужчина, то у него может быть ревность. Считаем там числа, пятая глава. А для женщины нету, что ревность к мужу. Нет этого. Она может, если знает точно, что он неверный, она может развестись и остаться до смерти мужа одна. Но ревновать она, до нее нету просто, в Библии нету. А до мужчины есть, он ее придет к священнику, тот берет с земли в храме, дает ей пить. Если виновата, чрево спухнет. Да как не спухнет, там миллионы людей прошли. Василий Великий говорит, если женщина впала в прелюбодение, 9 лет, а если мужчина, 7, ну вот какая разница? Он говорит, несправедливо, но по-другому пока нельзя. Так что, приходится смиряться, сестры. Это до вашей пользы. Я не в оскорблении, я хочу сказать, в Англии специально провели тест, тестировка. Ну, по разным областям там все спрашивали. Оказалось, что женщина меньше знает, меньше распоряжается умом на 25% в среднем. Ну, бывает такая, как Маргарет Тэтчер, Железная Леди, только она одна такая была. Так что, она учится в школе хорошо, лучше, но очень быстро. Как Жирновский говорил, как ей 55 лет, так в дурном сдавай ее. Ну, все, однако, тогда. Я не слышу, кто-то что-то говорит. Людмила, не слышно, у вас голоса нету. Ага, видео включила, а голос мир вам, Игнатий Тихонович. Можно вопрос задать? Да можно, поближе к микрофону, а то я плохо слышу. Игнатий Тихонович, в наше сообщество я добавила нового человека, Ирина. Она начала с нами молиться, стопоклонной молитвой. И прочла имя Господа Бог Ягова. И сразу у нее такой отпор пошел, как будто какие-то сектантские здесь материалы. Я привела ей строки из Священного Писания, Ветхого Завета, Исход, 3 глава, 14 стих. И вы могли бы сами тоже прокомментировать вот это, чтобы она прослушала, чтобы она не боялась быть с нами здесь. От слова Ягова? Да, от слова Ягова она испугалась. Восемь раз, восемь раз перевели. А вот Глухарев, когда переводил Архимандрит, он это слово не переводил. Семь тысяч раз слово Ягова встречается в Библии. Тысяч раз. Так что люди, которые говорят что-то, ну, они по незнанию говорят это. От незнания Писания. Ну да. Это его имя Ягова, Ягова там. Потому что имя Божие там безгласно дается. И поэтому ассимиляция звука может быть очень сильная. Вот у нас Якоб, а по-английски Джеймс. Джеймс. У нас Иисус, он Джизус. Ну, не похоже. Но это одно и то же. Ну, никого более. Все. Не боялся. Так, вы на меня сейчас выйдете, позвоните. Я вам скину восемь мест в Библии, которые показаны слово Ягова. Восемь раз. Хорошо. Прямо сразу позвоните. А я тут же вам выкину материалы. Все. Спаси Христос, Игорь. Все. С Богом. Отошел тогда. С Богом. Спаси Христос. Умница. Продолжаем.